Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда, как нам велели пчелы Персифоны. Такими лирическими строчками начинается стихотворение Осипа Миндельштама, посвященное древнегреческой богине Персифоне. Это богиня Плодородия, богиня Царства Мертвых, и она же является супругой древнегреческого бога Аида, бога смерти. В этом стихотворении упоминаются пчелы Персифоны. Кто это такие? Есть мнение, что пчелы Персифоны – это жрицы этой богини. И еще один факт. У этой богини, у Персифоны, есть один эпитет, который характеризует ее как медовую богиню. Итак, с вами сегодня я, Юлия Давыдова. Я являюсь заведующей кафедрой биологии, химии, экологии и методик обучения Мининского университета, кандидат биологических наук, доцент. И это научный форсайт. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, их родина – дремучий лес Тайгета, их пища – время, медуница, мята. В этих строчках упоминаются очень интересные факты о жизни пчел. Однако эти факты неочевидны. И вот о них мы сейчас и поговорим. Познакомимся с солнечным даром маленьких жриц, богини Персифоны. Что такое мед? И кто такие пчелы? Начнем с пчел. Пчелы – это общественные насекомые из отряда перепончатокрылых. У них очень много знакомых вам всем родственников. Например, это муравьи, это осы, это шмели, галицы, наездники и многие-многие другие. Но мы в первую очередь, конечно, говорим о пчелах. Итак, кто такая пчела? Это уникальнейшее животное. Оно интересует ученых с давних-давних времен. И сейчас, к 20-м годам 21-го века, накопилось очень много сведений о этих насекомых. Я не буду говорить об этом. Хотелось бы подчеркнуть некоторые интересные эволюционные моменты, которые характеризуют пчел. Как я уже сказала, пчелы – это общественные насекомые. И что же такое общественность в животном мире? Есть особый термин, который характеризует таких животных. Термин звучит так – эусоциальность, то есть истинная социальность. Что же это такое? Эусоциальность – это особый образ жизни, который наследуется на генетическом уровне. Эусоциальность пчел проявляется в ряде признаков. Какие же это признаки? Перечислим их. Первый признак очевидный – это общественный образ жизни. Пчелы живут семьями, и в этой семье существует четкое разделение ролей, так называемая иерархия ролей. Ролевые группы пчел отличаются не только по поведению, но и по строению. Какие же это группы? Первая группа, самая основная – это рабочие особи, рабочие пчелы. Их еще называют каста рабочих пчел. Внутри этой касты существует ряд подкаст. Например, рабочие пчелы – няньки, которые кормят, чистят, выводят потомство подрастающих, личинок. Это пчелы-фуражиры, которые летают в округе в поиске нектара, в поиске взятка. Это пчелы-солдаты, пчелы-чистильщики. И очень интересная группа подкаста рабочих пчел – это так называемая свита матки, которая матку чистит, кормит, то есть ухаживает за ней. Это каста рабочих особей. Вторая каста представлена одной-единственной особью в семье – это матка, или мы еще называем ее царица. Матка – это одна из самых крупных представителей семьи. Она крупная действительно по размерам. И основная ее задача – это обеспечение пополнения семьи, то есть размножение. Ежедневно матка откладывает в летний период тысячи маленьких яиц, из которых в дальнейшем выводятся личинки, ну и потом взрослые особи. Ну и третья каста – это каста самцов, называемых трутними. Очень интересна в генетическом плане, потому что они, в отличие от рабочих особей и от матки, они являются гаплоидными. Что такое гаплоидный? Это когда количество хромосом в клетках тела животного уменьшается ровно наполовину. Представляете, животные с редуцированными хромосомами, то есть 50% хромосомного набора у них нет, отсутствует. Это удивительно вообще для животного мира. У растений такое встречается. И гаплоидные стадии в развитии растений существуют, и даже полиплоидные особи в мире растений существуют. А среди животных такие изменения, глобальные изменения для генетического материала организма, как правило, они смертельные. А вот у пчел существует целая гаплоидная каста самцов. Самцы трутни нужны исключительно только для размножения семьи, Поэтому, как правило, в конце периода размножения рабочие особи от них, к сожалению, избавляются. Если мы заберем из семьи пчелу и, например, выпустим ее где-нибудь в далекой степи, где на много километров отсутствуют пчелиные семьи, она погибнет. То есть неспособность животного существовать индивидуально – это признак эусоциальности в животном мире. Еще одна важная особенность, характеризующая пчел как общественных насекомых – это очень развитая система коммуникации внутри пчелиной семьи. Химическая коммуникация, тактильная коммуникация и визуальная. Все три типа органов чувств – это зрение, это органы химического чувства, это механорецепторы. У пчел очень хорошо развиты, и они умеют передавать с их помощью определенный набор сложной по своему содержанию информации. Например, есть такой очень известный среди любителей пчел факт, что пчелы передают информацию о месте цветения растений, то есть о месте взятка через танец. Действительно, в темноте улья пчелы-разведчицы танцуют карту местности, по которой необходимо другим фуражерам, другим пчелам, добывающим нектар, лететь. В танце зашифрована информация об угле, под которым стоит лететь по отношению к солнцу, какое расстояние следует преодолеть пчеле-сборщице. И вот за открытие этого явления, за расшифровку, даже не за открытие, а за расшифровку танца, Карлу фон Фришу, немецкому этологу, была присуждена в 1973 году Нобелевская премия в области физиологии и медицины. Настолько важен вот этот факт, факт наличия танца, особой коммуникации в семье у пчел. Далее я хотела бы еще поговорить о следующей строке. Их пища, время, медуница, мята. Мендельштамм, конечно, включил в объекты питания время, но, конечно, пчелы временем не питаются, это такой лирический образ, но о времени мы тоже с вами сейчас поговорим. Дело в том, что пчелы – это удивительные с биологической точки зрения существа, которые научились управлять временем. Они способны удлинять свою жизнь. Средняя продолжительность рабочей пчелы в летний период составляет 5, ну максимум 7 недель. После активного взятка, после медосбора пчела, как правило, такая отмирает, образуя так называемый подмор. При этом, если же семья уходит в зимовку, а зимовка – это довольно-таки длительный период, это 5-7 месяцев неблагоприятных погодных условий, когда холодно, и пчелы, конечно, не летают зимой, и не живут в окружающей природной среде, они прячутся в своих укромных, тёплых домиках, в ульях или в дуплах. Так вот, те пчелы, которые уходят в зимовку, они уже живут до 7, а то и до 8 месяцев. Удивительно. И при этом исходные особи, которые идут в зимовку, они могут в том числе появиться весной, принять участие в медосборе и дальше не погибнуть, а уйти на зимовку. То есть генетически они одинаковые, практически одинаковые, как сёстры. При этом одни из них погибают, быстро состарившись, а другие продлевают себе жизнь в разы, в разы. Представьте себе, где 4 или 5 недель, а где 7 месяцев. Мало того, матка способна жить 3-4 года, а существуют ещё факты, зарегистрированные, когда матки жили до 7 лет. Это удивительно, когда один и тот же вид, биологический вид существ, так сильно отличается по продолжительности жизни особи этого вида. Это очень интересно, и, конечно, это интересный предмет для исследования со стороны учёных. И сейчас мы поговорим о мёде. Мёд – это уникальный продукт животного происхождения, который запечатывается вот в такие замечательные соты пчёлами рабочими. Рабочими пчёлами, которые являются сборщиками. Здесь тоже хочу рассказать немного о работе сборщиц. Дело в том, что сами сборщицы, они не размещают свой взяток нектар, переработанный в соты. Дело в том, что когда они прилетают в улей, они его передают в следующей категории подкасте рабочих особей, а именно упаковщиков, назовём их так. Эти упаковщики перерабатывают полученный от сборщиц нектар, они насыщают его особым ферментом, называется этот фермент инвертаза. Я подробнее потом о нём вам расскажу. И потом этот обработанный особым образом нектар заливают в соты. После этого в дело включается следующая группа пчёл – это вентиляторщицы. Интересное название, да, от слова вентилятор. Это пчёлы, которые упаривают мёд. Вернее, не мёд, а нектар. Дело в том, что нектар от мёда отличается только одним признаком – это количество воды в этом нектаре. Итак, нектар, пока он жидкий, называем его именно нектаром. Пчёлы, которые отвечают за упаривание нектара, активно работают крыльями, при этом включаются в работу летательные мышцы. Мышцы насыщены особыми маленькими органоидами, которые называются митохондрии. Эти митохондрии выделяют энергию тепло. И благодаря теплу и потокам воздуха, которые создаются рядом с сотами, происходит выпаривание воды из этих сот, заполненных, соответственно, нектаром. Когда концентрация сахаров достигает примерно 80%, и сама сота заполнена, пчёлы запечатывают её крышечкой. Маленькой, тонкой, восковой крышечкой, которая называется заброс. И получается, что каждая отдельная маленькая сота, ну, буквально, это маленькая баночка с мёдом. И в этой баночке этот мёд в жидком состоянии будет храниться всю зиму. Ну, до тех пор, пока его зимующие пчёлы не съедят. Разберёмся с первой проблемой. Это кристаллизация мёда. Для того, чтобы понять, что это такое, и почему происходит кристаллизация, нам необходимо рассмотреть мёд под микроскопом. И мы это сейчас делаем. Мы видим большое количество кристаллов. Что это такое? Это кристаллизовавшаяся глюкоза, а ещё сахароза. Вы все прекрасно знаете, что такое сахароза. Вы с ней пьёте чай и кофе. И она прекрасно кристаллизуется, образуя такие замечательные прозрачные кристаллы. И если в мёде очень много глюкозы или сахарозы, мёд начинает быстро кристаллизоваться. Почему? Дело в том, что в этом продукте очень быстро начинают образовываться так называемые зародышевые кристаллы. Мы их как раз и видим под микроскопом. Зародышевый кристалл – это зародыш будущего кристалла. На них начинают нарастать такие же твёрдые кристаллики глюкозы и сахарозы. И мёд начинает садиться. Есть такой термин – севший мёд. То есть это мёд, который прошёл процесс кристаллизации. Всем известно, что мёд может храниться очень долгое время. Причём под словами «очень долгое время» я имею в виду столетия и даже тысячелетия. Известны факты обнаружения мёда, сосудов с мёдом, в гробницах фараонов, египетских царей. И этот мёд вполне приводит в пищу. Мало того, древние египтяне использовали мёд для того, чтобы бальзамировать своих усопших. Так почему же мёд такой уникальный? И почему мёд обладает такими свойствами? Разберёмся. Антимикробные свойства мёда определяются в первую очередь его консистенцией. А именно, до 80% от объёма мёда составляют сахара. Такая концентрация сахара просто делает непригодный мёд для жизни любых микроорганизмов. бактерий, дрожжей и других грибков. Давайте посмотрим, какова консистенция молодого мёда. очень густой. Ну, это с вами можем легко пронаблюдать. И это первый барьер на пути микроорганизмов. высокая концентрация сахара. Второе. Это присутствие в мёде особых веществ, которые попадают туда вместе с нектаром. То есть, это вещества, которые выделяются непосредственно растениями через нектарники. И они необходимы для того, чтобы уберечь нектар для пчёл в первозданном виде, то есть, в безмикробном виде. Что это за вещества? Учёные ещё в середине 20-го века выяснили, что мёд действует угнетающе не только на микрофлору, но и даже на высшие растения. Один интересный французский исследователь по фамилии Гане провёл такой своеобразный эксперимент. Он положил в улей клубень картофеля. И вот представьте, пчёлы сильно удивились появлению такого гостя в своём доме. Что произошло с этим клубнем? Пчёлы начали обрабатывать его глазки мёдом. И далее этот клубень просто потерял способность к прорастанию. То есть, эти глазки не смогли прорасти уже в дальнейшем в условиях эксперимента. Конечно, возник вопрос, что же это за вещество, которое блокирует развитие клеток растений. Сергей Алексеевич Поправка – это отечественный химик. Он получил свое образование в Московском государственном университете имени Ломоносова. Он провёл свои собственные исследования в области химии мёда. И он обнаружил, что таким веществом, которое обладает угнетающим, ингибирующим свойством на рост клеток растений, является абсциссовая кислота. Откуда в мёде взялась эта кислота? Пчёлы не могут её продуцировать. Оказывается, растение вместе с нектаром её выделяет, и это один из защитных механизмов для мёда. Помимо абсциссовой кислоты, Сергей Алексеевич в своих экспериментах обнаружил ещё особое вещество, которое присутствует в мёде, и которое тоже ему достаётся в наследство от нектара растений. То есть, выделяется оно растениями. Посмотрим на это вещество. С помощью специальных химических экспериментов, таких как, например, экстрагирование с помощью органических растворителей, он извлёк из растворимой части мёда вещество, которое в дальнейшем кристаллизовалось в такие замечательные белые кристаллы. Это бензойная кислота. Бензойная кислота – это органическая кислота, которая как раз и придаёт мёду его антимикробные свойства. И открытие данной кислоты в мёде принадлежит именно отечественному химику Сергею Алексеевичу Поправка. Помимо бензойной кислоты и абсциссовой кислоты, в мёде присутствует также пироксид водорода. Откуда он там появляется? Об этом мы сможем с вами узнать, поняв химию процессов, происходящих при изготовлении мёда. Для этого нам необходимо познакомиться с химическими формулами. И мы сейчас это с вами сделаем, перейдя в медиалабораторию. Рассмотрим молекулярные механизмы, которые позволяют пчёлам уберечь свой ценный продукт – мёд, от процесса кристаллизации. Эти механизмы действуют на молекулярном уровне и связаны со способностью пчёл вырабатывать особое вещество – фермент инвертазу. Инвертаза вырабатывается глоточными железами пчёл и непосредственно выделяется ими в собранный нектар. Это очень важное вещество, так как оно позволяет снизить концентрацию сахарозы в собранном нектаре, а соответственно и в продукте переработки этого нектара в мёде. Это очень важное свойство, которое имеется у пчёл, так как такой механизм позволяет уберечь мёд от процесса кристаллизации. Рассмотрим химическую природу процесса расщепления молекулы сахарозы на более простые вещества. Перед вами на экране представлена молекула сахарозы. Это то самое вещество, к которому мы привыкли. Это обычный сахар, тростниковый сахар, с которым мы пьём чай и кофе. Молекула сахарозы состоит из двух кольцевых молекул, так называемых моносахаридов. МОНО-1, то есть одна кольцевая молекула. Это кольцевая молекула шестиатомного углевода глюкозы и молекула также кольцевая пятиатомного углевода фруктозы. В данном случае в молекуле сахарозы эти молекулы соединяются ковалентной связью через гидроксильные группы. И что же происходит при воздействии инвертазы на данную молекулу? Происходит расщепление данной связи с образованием двух самостоятельных моносахаридов. Это моносахарид глюкоза и моносахарид фруктоза. Благодаря такому процессу как раз и происходит снижение уровня сахарозы в меде. И мед становится более устойчивым к процессу кристаллизации. Здесь хотелось бы отметить еще вот такой факт. Осенью, а также в конце лета, пчеловоды после того, как происходит медосбор, то есть отбор меда из ульев пчелиных, подкармливают пчел жидкой сахарозой, то есть по сути с сахарным сиропом. Сахар разводится теплой водой до состояния сахарного сиропа и в специальных кормушках предлагается пчелам. Пчелы охотно забирают этот сахар и в дальнейшем перерабатывают его точно так же, как они перерабатывают нектар. То есть они добавляют в сахарный сироп, который находится уже у них в медовых зубиках, фермент инвертазу. Сахар перерабатывается инвертазой до глюкозы и фруктозы. При этом получается так называемый сахарный мед. Этот мед он слаще, чем обычный сахар, благодаря тому, что в нем повышенная концентрация именно глюкозы и фруктозы. И на этом сахарном меду пчелы и зимуют. И по мнению пчеловодов, такой мед он даже более качественен для пчел, так как он не содержит каких-то вредных примесей. Это же чистое питательное вещество, углеводы, источник энергии для пчел. Еще хочу пару слов сказать о питании пчел. Мы говорим с вами в основном об углеводах. Сахароза, глюкоза и фруктоза как составные части меда. Это источник углеводов. В первую очередь это энергетический продукт. А откуда же пчелы берут белки, жиры и другие вещества, которые позволяют им быть активными, здоровыми, перенести зиму, благоприятно не погибнув. Белки и жиры получаются пчелами из пыльцы. Обратите внимание, что мед это не единственная пища пчел. Очень важное значение в рационе пчелиной семьи имеет пыльца. Помимо пыльцы и меда есть еще и третий, еще более ценный продукт. Это так называемое маточное молочко. Маточное молочко содержит полный набор белков, жиров, углеводов, аминокислот, микроэлементов, витаминов. И маточным молочком пчелы вскармливают личинок на ранних стадиях их развития. А также матку, так называемую царицу улья. Матка питается маточным молочком в течение всей жизни. А рабочие особи, как я уже сказала, только на ранних стадиях личиночного развития. Это вещество имеет колоссальное значение в жизни семьи. Вырабатывается маточное молочко в специальных железах рабочих пчел. Матка, в свою очередь, тоже способна вырабатывать особое вещество, которое очень любит слизывать ее тело рабочей особи. Оно очень питательное и привлекательное для рабочих пчел. При этом, есть особая хитрость у матки. В этом веществе содержатся особые элементы, особые компоненты, которые сдерживают половой развитие рабочих особей. Неспроста они не похожи на матку, они не способны размножаться, хотя по генетическому набору хромосом, они являются самками. Ну, недозревшими самками из-за того, что матка, выделяя такие вот своеобразные ингибиторы развития, сдерживает половое созревание рабочих особей. Рассмотрим еще один интереснейший механизм, который позволяет пчелам уберечь мед от воздействия микроорганизмов. Мы все знаем уникальные свойства меда, которые позволяют нам и лечить простудные заболевания, и связанные с тем, что мед может очень долго храниться, при этом он никогда не бродит, то есть в нем не развиваются дрожжевые клетки. Вот почему мед обладает такими свойствами, антимикробными свойствами? Дело в том, что пчелы при обработке собранного ими нектара выделяют в этот нектар помимо прочих веществ еще особое вещество ингибин. Ингибин – это фермент, который преобразует молекулу глюкозы в молекулу особой органической кислоты, которая называется глюкуроновая кислота. Обратите внимание на эту карбоксильную группу. Карбоксильные группы характеризуют органические кислоты. Любая органическая кислота содержит карбоксильную группу. Помимо того, что глюкоза, которая, кстати, легко кристаллизуется, переходит в состояние глюкуроновой кислоты и при этом концентрация глюкозы снижается, помимо этого образуется еще одно вещество очень важное – это пероксид водорода. У каждого дома в аптечке есть это вещество – пероксид водорода. Мы пользуемся перекисью так называемой, когда, например, раним руки, кожу. И пероксид водорода, он обладает выраженным антимикробным свойством. Именно наличие пероксид водорода в меде и позволяет сохранить его очень долгое время от поедания микроорганизмами. Это очень важно зимой, когда пчелы, находясь в улье, питаются медом. Очень важно, чтобы этот мед никто, кроме пчел, не ел. Ну и ингибин, соответственно, пероксид водорода позволяет это сделать. Возьми же на радость дикий мой подарок, невзрачное сухое ожерелье из мертвых пчел, мед, превративший в солнце. Этими строчками заканчивается стихотворение Мендельштама, и наше видео тоже подходит к концу. Мы с вами рассмотрели ряд интересных научных фактов о жизни пчел и о меде. Да, стихотворение Мендельштама заканчивается грустными строчками. Однако, мы с вами помним, что в природе ничто не проходит даром, и даже смерть пчелы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok